всем привет добро пожаловать на канал в сегодняшнем видео я буду шить летний сарафан для ребенка здесь я уже сложила все что мне для этого понадобится выкройку я буду строить сразу на ткани и расскажу как я это буду делать и для того чтобы построить выкройку мне необходимо снять мерки с ребенка такие как длина изделия обхват груди и глубина проема я уже сняла все эти мерки и теперь буду строить выкройку на ткани для того чтобы нарисовать выкройку складываю вот так ткань вдвое так как у меня обхват груди ребенка составляет 54 сантиметра я делю его на 2 получается полуобхват прибавляю к нему 5 сантиметров на свободу облегания и 2 сантиметра на три пуски и того 34 сантиметра теперь 34 сантиметра еще раз делю на 2 так как я буду кроить на 1 4 сарафана поэтому делю еще раз на 2 это у меня получается половинка полочки либо половинка спинки вот так как ткань у меня здесь вот сложена поэтому 34 делю на 2 получаю 17 сантиметров теперь эти 17 сантиметров и откладываю здесь сверху сначала от сгиба откладываю 17 сантиметров теперь мне нужно начертить длину изделия так как у меня она составляет 56 сантиметров я добавляю вниз еще два сантиметра на подгибку и 4 сантиметра вверху на кулиску и того получается 62 сантиметра теперь вот здесь откладываю 62 сантиметра внизу тут я уже отметила 62 сантиметра это у меня будет длина изделия и теперь по горизонтали откладываю 17 сантиметров вот как вверху и теперь соединяю вот эти две и вот эту сверху должен у меня получиться прямоугольник теперь мне необходимо нарисовать вот здесь вот пройму сверху она так как у меня размер глубины проймы составляет 15 сантиметров я добавляю 2 сантиметра на припуск и 4 сантиметра на кулиску которая будет вот здесь сверху и того у меня получается 21 сантиметр теперь отсюда сверху отмеряю 21 сантиметр теперь отсюда сверху отмеряю 21 сантиметр вот так и рисуем горизонтальную теперь отсюда сверху отступаю 2-3 сантиметра и рисую пройму. и теперь здесь по низу платья я добавляю еще 5 сантиметров и теперь соединяю вот эти вот точки и теперь соединяю вот эти вот две точки вот здесь снизу отступаю полтора сантиметра и вот так вот срезаю немного угол и теперь вырезаю и здесь чуть-чуть вот так вот подровняю вот так вот у меня получилось теперь опять складываю ткань вдвое ложу уже готовую полочку так как они будут одинаковые прикладываю сюда тоже здесь сгиб и здесь сгиб получается обвожу ее и вырезаю вот так вот Продолжение следует... Вот такие две детали у меня получились. Вы можете взять свои припуски на свободу облегания, добавить либо больше, либо меньше, как вам больше нравится. И добавить их здесь в объёме груди, в окружности груди и внизу, и по низу платья. Если вы хотите, чтобы оно было более узкое, либо более широкое. Теперь мне необходимо нарисовать рукава. Для того, чтобы их нарисовать, я беру вот эту глубину проймы. Здесь она у меня получается 19 см, не доходя вот сюда. И добавляю ещё 1 см на подгибку. И длину я беру 30 см. 30 см длина и 20 см получается ширина рукава. У меня уже готовы две детали сарафана. И я вырезала рукава, скорее крылышки это будут. И теперь буду всё это сшивать. Теперь я обработаю на оверлоке вот эти срезы боковые на сарафане. Здесь и вот здесь. И на крылышках. С двух сторон по ширине и с одной стороны по длине. С этой стороны я не буду обрабатывать. Если у вас нет оверлока, обработайте зигзагом. Теперь сюда вот крылышком я буду пришивать тесьму. Вот здесь внизу по длинному срезу, где я обработала оверлоком, сначала вот так подгибаю на 1 см. Прикладываю тесьму и прикалываю её иголкой. И так по всей длине. А затем пришью на машинке на швейной. И вот так вот я уже пришила тесьму. Если вы тесьму не будете пришивать, то просто подгибаете и прошиваете на машинке. Теперь я беру спинку и сюда к пройме прикладываю вот этот рукав. Вот так, к лицевой стороне тоже. Вот у меня здесь лицо. И прошиваю вот здесь на швейной машине. Вот так вот я уже пришила. Теперь здесь вот эту остальную часть тоже подгибаю вот так. И прошиваю на машинке. Подгибаю сюда вот вовнутрь. И вот здесь на машинке прокладываю строчку. И теперь с другой стороны тоже спинки. Ложу вот так лицом сверху, ложу рукав лицом к лицу. И вот здесь вот пришиваю его по краю. Затем опять подворачиваю здесь оставшуюся вот эту часть сюда вовнутрь. И тоже пришиваю на машинке. И вот так вот должно получиться с одной стороны и с другой у меня уже пришиты крылышки. Теперь я беру переднюю часть платья, полочку. И вот так лицо, лицо с лицом тоже складываю. К проиме прикладываю сюда. И прошиваю здесь вот на швейной машинке тоже. А здесь внизу опять подворачиваю вовнутрь. И пришиваю. Должно получиться вот так. И с другой стороны точно так же складываю, лицевой стороной вовнутрь. И прошиваю на машине. Вот так вот у меня получилось. Теперь я буду сшивать вот эти вот боковые швы. Выворачиваю вовнутрь и сшиваю на машине. Вот так вот выворачиваю вовнутрь. И вот здесь по краю сшиваю. Я уже сшила сарафан по бокам. Теперь здесь вверху, где у меня будет кулиска для резинки, я обработаю на оверлоке. Затем подгибаю вот так на 2 см. И прошиваю на машинке. Если у вас нет оверлока, то просто подгибаете вот так вот в 2 раза. И делаете просто кулиску для резинки. И теперь вверху, как я уже сказала, подгибаю вот так на 2 см. И прокладываю строчку. Я уже сделала кулиску. И вот здесь вот оставляю небольшое отверстие, для того, чтобы можно было продить сюда резинку. Я уже разутюжила швы, кулиску. И теперь внутрь кулиски буду вставлять резинку. Беру булавку. Одеваю резинку. Сначала продену резинку, померю, посмотрю, чтобы уже точно знать, сколько сантиметров мне необходимо. Я вставляю резинку уже. И я померила предварительно. Мне нужно было 48 см резинки. Теперь сшиваю 2 конца резинки. И зашиваю вот это отверстие, которое я оставляла, чтобы продеть резинку. И теперь мне осталось подшить низ. Я его обработаю сначала на оверлоке, а затем на 1 см вот так подгибаю и подшиваю на швейной машине. Вы можете просто 2 раза подогнуть и подшить. Для удобства я заутюжила низ. И теперь буду подшивать его на швейной машине. Я уже подшила платье и оно у меня полностью готово. Вот так вот у меня получилось. Если у вас еще остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. На этом все. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok